Илья Сергеевич Шадриков На вашем сайте нашла такие слова о том, что основная ваша задача – это возрождение русских традиций наставничества. Что скрывается за этими словами? В первую очередь, самое главное, что начнем с элементарных дальних азов. С учетом того, что наша программа завязана на единоборство, всегда на Руси было как? Лежать, чего не бить. Начнем с этого. Сейчас посмотрим по современной жизни все друг друга. Один на один, толпа на одного никого. Ну, это первый момент. Потом, такие основные правила, они, в принципе, у нас до сих пор, я считаю, что встречаются в нашем обществе. Это быть сильным человеком, не обидеть, не украсть. И когда человек обладает определенными такими навыками, в любом случае, он будет готов, точнее, он будет обучать тот младший чин. И благодаря этому, непосредственно, так сказать, из этого вырастает все. Илья, что такое спортивно-патриотический клуб? Вот есть военно-патриотический клуб, есть просто патриотический клуб. А спортивно-патриотический, чем он отличается? Спортивно-патриотический, первое, ну, возьмем всегда первое название, это говорит, наверное, на основную подготовку. У нас, в первую очередь, спортивный клуб. Патриотический, да, это, наверное, у каждого понятие патриотизм, слово патриотизм, которое в нашей стране, я считаю, что, наверное, сейчас, на данный момент времени, это номер один, там, номер один. Вот, у каждого он свой. В первую очередь, это спортивная подготовка, которая заставляет, которая подразумевает под собой патриотическое воспитание. Вот, повторюсь, также патриотизм у каждого свой, поэтому у нас свои, своя программа, но об этом мы поговорим чуть позже. Расскажите, как создавался спортивно-патриотический клуб «Ярополк», откуда такое название и кто стоял у основ? Ну, основ стоял я, я являюсь ветераном от теоретического подразделения «Альфа». Вот, я совмещал свою службу и все это создал в 2011 году. На данный момент мы находимся в Красногорске, пока, надеюсь, в ближайшем будущем откроем свои филиалы. «Ярополк» со Старославянского у нас переводится как «Яра» — это свет, полк — народ, поэтому мы подразумеваем как «Свет народ» или «Светлый народ». И уже во вторую очередь ассоциируя свое название с великим князем Ярополком. Начиналось это все в Красногорске, в пятой школе, в пятой гимназии мы проводили занятия по спорту, то есть по спортивным дисциплинам, это борьба, рукопашный бой, бокс. И на базе Знаменской церкви проходила нравственная подготовка, и на базе пожарной части города Красногорска проходила довоенная подготовка в 2011 год. Вот так мы год существовали, потом мы стали существовать отдельно от Знаменской церкви. И в конце концов открыли… Знаете, наверное, это очень долгая история, но я в принципе готов. Мы потому что с нашей командой много что пережили за весь этот этап, за весь этот период, как это все происходит, для чего. Это было достаточно очень сложно в школе заниматься, чтобы детей приводили непосредственно после уроков, потом они сразу бежали в церковь, потом из церкви туда. То есть мы хотели иметь какое-то место, где будет все в одном. В конце концов мы вышли на администрацию города Красногорска, нам предоставили помещение. Вот на данном моменте, где мы сейчас находимся, мы его постоянно, так сказать, облагораживаем. На данный момент, в принципе, происходит непосредственно все там. У нас своя программа. Значит, я могу сейчас про нее рассказать? Да, давайте, конечно. Да, у нас смысл какой? Ее отметили на форуме Таврида в 2015 году. Как раз мы там заняли второе место, если взять по грандам. Вот у нас своя программа. То есть самый главный момент, я постоянно всем это говорю, то есть если ты сможешь себя победить в ринге, то все остальное тебе будет нипочем. То есть ты сильный человек, ты сможешь справиться со всем. А чтобы, знаете, за пределами клуба обычный человек, который спортом не занимается, или не считал наших детей, ну и взрослых, извиняюсь за жаргон слово, наверное, отбитыми, мы делаем всевозможные программы, чтобы этого не было. То есть самое главное – воспитать сильного высоконравственного гражданина нашей страны. Дети, у нас основная цена программы, она касается детей от 5 до 16 лет. Дети на этого возраста, они обязаны поступить в клуб. Прием осуществляется только по воскресеньям с родителями. Родителю объясняется, и ребенку объясняется, что это не просто какая-то секция, это как бы движение с определенными своими правилами. Соответственно, ребенок, если сдает, он поступает. Значит, условия сдачи у нас таковы, то есть все обязаны сдать гимн России и гимн Ярополка. У нас есть свой собственный гимн, своя, наверное, так скажем, клятва. И с 12 лет – дни воинской славы. Но мы сейчас дни воинской славы с 1 сентября выбираем и вводим основные даты в нашу историю. То есть открещение, распад Советского Союза, то есть такие вещи. Ребенок поступает. Все зависит от возраста. Допустим, группа 5-6 лет им дается только сам быть сюда, борьба. Группа 7-9, им ставятся руки, то есть бокс, и борьба, и рукопашный бой. А вот с 10 лет и руки, и ноги, и борьба, и в общем так далее. На каждый возраст у нас есть три группы. Это новички, средние, основные. То есть мы детей по мере их возможностей, по мере их усвоения материала переводим из одной группы в другую. Или, а помимо боевых искусств, что еще изучают дети? Да, значит, вот когда он поступил, то есть у нас, допустим, такая ситуация. У нас в конце каждой четверти ребенок обязан предвести школьный дневник. Мы проверяем его на наличие, так сказать. Самый главный момент – это выявить оформление дневника, как он его ведет, то есть красиво, некрасиво. Второй момент – это оценки. И третий момент – это, конечно же, замечания преподавателя. Потому что мы сталкиваемся с этим моментом, когда ребенок, он осваивает вот эти все единоборства, он считает себя там сильным, крутым. И все равно бывают такие случаи, но мы за этим жестко следим, когда он начинает там применять на комнате. Но, слава богу, по большей части процентов 90 применяют так, как мы это хотим. То есть защитить слабого на переменах. Некоторые там на переменах гоняют курильщиков, кто курит на перемене возле школы, мне как руководителю клуба вдвойне приятно. Можно сказать, что это похоже в чем-то на тех же пионеров, которые были в Советском Союзе? Ну, вы знаете, когда мы это создавали, я не брал… Ну, конечно, в какой-то момент да, но это просто родилось от души. Я, к сожалению, пионером не был. Так вот, когда помимо всего этого, допустим, у нас каждое воскресенье мы уезжаем в Сайно-Старожевский монастырь, это окунаемся в купели. Тут самый главный момент – это преодолеть себя, потому что холодная вода – это все-таки закаливание, это омоложение, это сила воли какая-то. У нас даже мусульмане с нами ездят, что вдвойне приятно. Ну, это делается для окунания. Поэтому я всем говорю, что у меня по большей части весь контингент моего клуба, они по большей части все закаленные. Я сам занимаюсь закаливанием вообще с 9 лет, это благодаря моей матери, которая у нас в Красногорске раньше была такая группа «Оптималист», которая занималась всевозможными такими старинными способами излечения. Это закаливание, обливание, голодание, чистка печени, то есть вот такие вот моменты. И вот все, что, допустим, у меня в детстве было, я сейчас пытаюсь передать детям, потому что, к сожалению, у них сейчас, помимо вот этих каких-то ценностей, которые мы даем, я о них еще дальше расскажу, это вот постоянный интернет, постоянно эти сайты, знакомства, там что у нас еще, всякие вот эти компьютерные игры, и родители постоянно жалуются на то, что ребенок не может, то есть ему и только это интересно. Но когда к нам попадает, мы умеем вразумить, слава Богу, да, и все-таки это получается. Вот помимо вот этой программы, допустим, у нас еще есть довоенная подготовка, она идет у нас только в летний период, к сожалению, этим летом она не получилась из-за определенных трудностей. А так действующие военные преподают с детьми, имеют довоенную подготовку. Мы опираемся на промышленный альпинизм, это спуск по веревкам, мы делаем это на базе пожарной части, спортивное ориентирование и тактика. То есть у нас из газовых пистолетов мы выстраиваем мишень, это как бы практическая стрельба. Сейчас я хочу это сделать более, наверное, в более профессиональном плане, потому что сам являюсь ветераном боевых действий, знаю, что такое боевые конфликты, не знаю, что такое тактика. Плюс ко всему этому у нас с более старшими юношами с 12 лет проводятся иногда занятия по истории. Иногда приезжает историк, читает лекции по истории единоборств, которые существуют в нашем большом необъятном мире. Потому что ведь в каждом виде единоборств есть какой-то свой устав, почему он создавался, для чего он создавался. И, в принципе, это должно знать. Вот, допустим, у японцев, это исконные, да, это дзюдо, кудо и карате. У них тоже там есть свой устав, то есть не обидеть младшего, там, то есть, ну, как бы общепринятые, наверное. У нас там исконные русские наши, это самбо, рукопашное, боевое самбо. Вот сейчас, с сентября месяца, этот человек у нас будет ездить по большей части почаще, чтобы люди это всё-таки знали. Иногда приезжает медик, показывает основу медицинской помощи, показание первой медицинской помощи, как себя вести, что сделать. Потому что, если вот взять действительно, люди, к сожалению, хочется сказать, наверное, погибают из-за того, что вовремя оказано медицинской помощи. Да, да, да. Это точно. И у нас скорая не успела, а если человек обладает этим, ты можешь это сделать. То есть, подготовка идёт очень разноплановая. Да, разноплановая, да. Плюс ко всему мы, иногда мы ходим в церковь, вот, кто-то ходит, кто-то не ходит. Я никого не заставляю, безусловно того, что Господь один, это религий достаточно у нас много. Мы большая многоациональная страна, которую, так сказать, мы должны быть всегда дружны, едины в этом плане. Потом есть у нас ещё своя музыкальная группа с одноименным называнием «Ярополк». Вот мы, она была создана два года назад, вот, как раз в августе, вот, ей будет два года, когда мы написали первую нашу композицию, это гимн нашего клуба. Она была создана специально мной для развития, для поддержания спорта, здоровой жизни и патриотизма. То есть, мы поём в современном формате, то есть, в формате трэпа, R&B, как это у нас модно сейчас звучит. Вот, у Алексея речитатив, да, у Кати вокал. Ну, вот, у нас на данный момент записано 11 композиций по различным тематикам, просто, наверное, в этом репертуаре достаточно очень большой выбор, и мы каждый раз что-то придумываем. Вот сейчас следующая песня у нас будет на День народного единства. Мы хотим её только записать. Вот, и помимо всего того, что я перечислил, у нас мы ещё делаем массовые мероприятия. Такие зрелищные, наверное, как тоже это по-современному сказано, делаем шоу. Из какого-то мелочи мы делаем шоу. То есть, не какие-то бои, не какое-то мордобитие. Мы всегда это делаем с патриотизмом, с юмором. Это низкий поклон Андрею Свиридову, который из телеканала ТНТ, актёр. И реальным пацанам во главе с Николаем Наумовым, которые постоянно поддерживают нас и дают нашему мероприятию определённый юмор. То есть, человек приходит, видит это всё, наслаждается и в конце концов приходит. Потому что мы показываем, что вот именно через этот вид единоборства ты можешь много чего добиться. Илья, как Вы считаете, вот на сегодняшний момент в наш век глобализации, в наш век единения народов, насколько важно возвращение к своим истокам, к традициям? Илья, человек должен помнить, откуда он вообще произошёл, кто он такой, кто его был прадед, прапрапрадед, что он знал, что он умел, что он не умел играть в компьютер. Не дай Бог, что произойдёт. Мы всё равно как бы должны помнить те корни, благодаря которым мы сейчас живы. Возьми то же самое, это вот наши деды, их подвиг на Великой Отечественной войне. А я забыл сказать ещё, что у нас, а в конце каждой четверти, допустим, мы проверяем дневники и сдаём теоретический материал. У нас вот четвёртая четверть, это всегда касается Великой Отечественной войны, то есть 9 мая. У них конец мая, это конец четверти. Допустим, в том году они сдавали мне эту программу полтора года, дело по этому, пока вот полтора года они всё сдают. В конце четверти того года они, допустим, сдавали 16 наиболее наших известных полководцев. Это как бы вдвойне приятно, что с 10 лет. А в эту четверть, допустим, сдавали партизан своего возраста, то есть 11-летних партизан, 12-летних партизан. И вот, допустим, мы всегда тему выносим, их 4, получается, темы, год 4 четверти. Они сдают. Для детей 16 лет выдаётся раздаточный материал, они обязаны его пересказать. А для группы 7-9, для группы 5-6 лет, чтобы не загружать их в голову, хотя у них и так, в принципе, они очень быстро развиваются, значит, не было бы, наверное, этого скачка развития в промышленности везде, если бы поколение с поколения рождалось глупее, чем нынешнее. Мы им даём стих. То есть в группе 5-6 лет маленький стих, а в группе 7-9 достаточно большой стих на эту же тему. В третьей четверти они там сдавали нам героев в наше время. Кто создал ядерное оружие, кто создал ветеролёт МИД. Кто первый полетел в космос. Вот в таком русле. То есть можно сказать, что вы в чём-то, не то что заменяете, но являетесь тоже определённой школой для этих детей. Ну, конечно, да. Естественно, есть определённые такие мечтания, чтобы всё-таки это было какое-то общеобразовательное. Но мы даём то, мы не загружаем, мы не путаем их голову, не путаем. То есть там в школе может быть даётся одно, там мы даём другую. Ни в коем случае. Мы даём и не школьную программу, не институтскую, а то, что им нужно для жизни, в принципе. Потому что в школе же они изучают, кто создал ядерное оружие. Это только человек-любознательный, который там в интернете сидит, который в интернете сидит, я имею в виду, в благих целях, в саморазвитии, а не в компьютерной игре. И кто читает книги. Илья, как Вы считаете, насколько вообще реально сегодня молодого человека вытащить из-за компьютера, поднять его с места и привести его в такое заведение, как Ваш спортивно-патриотический клуб? Ну, вот поэтому мы и создали все эти мероприятия. Если вот существует клуб с определённой программой, которую я сделал, да, но как заставить только людей? Поэтому мы делаем массовые мероприятия. У нас ход всегда свободный, да, мы постоянно ищем спонсоров, мы делаем из этого действительно шоу с дорогим оборудованием, ищем эти деньги. И оно направлено на все слои общества. И вот именно за счёт мероприятий. Когда человек приходит, с одной стороны, он вроде всё это видит по телевизору, а тут живую, тут в нём что-то срабатывает, бум, а почему бы нет? Это приятно, когда люди даже в 40-летнем возрасте приходят, вот посмотрел, у Вас хочется то же самое. Мы сторонники того, что я и моя команда, что это в любом возрасте можно, в любом. Поэтому у нас существуют какие-то там группы, что в 40 лет. Естественно, травмы они могут быть, ну, это спорт, это как у нас в обычной жизни можно в любом времени травму получить. Поэтому за счёт мероприятий, естественно, они только выходят, только за счёт них. Пропаганда какая-то может быть, иногда, конечно, за счёт интернета. Они случайно видят клипы, поэтому мы, допустим, каждое мероприятие своё сопровождаем фото и видеосъёмка, и из этого потом делаем хороший клип. Со временной музыкой, там, есть моменты какие-то у нас серьёзные достаточно, в том числе даже и музыкальные композиции. А есть там моменты, допустим, такие юморные. Мы вот начали недавно проводить турнир, называется «Папа, я бойцовская семья». То есть встречается команда папа и ребёнок, обязательно родной отец, да, ну, и любого чьего. И дети там дерутся между собой по самбо, папа по боксу. Папам выдаются такие большие очень перчатки 20-унцовые, защита там шлема, что минимизирует, значит, какую-то травму. Вот они между собой делают. То есть если у счёта в команде 1-1, то там право на выход следующий круг даётся там детям. Как правило, это из теоретического материала то, что они сдавали. Если они с этим не справляются, решают всё там папы по подъёму гири. Сейчас мы хотим с сентября, там, с октября сделать уже «Папа, мама, я». То есть придумать для мам что-то. И, естественно, мы это делаем в формате юмора. И когда ребёнок случайно натыкается на наш клип, на наш ролик, смотрит это, действительно загорается. То есть мы создаём все моменты, чтобы у них была школа и ярополк. Школа и ярополк. Ярополк – это не только спорт. Нас много куда приглашают на различные мероприятия. В том числе и даже бывают музыкальные группы. Они у нас задники там флагами машут. Вот в концертном зале России вот так же наша группа выступала. У нас порядка 18 воспитанников на главной сцене нашей страны. Но одну из главных, считаю, размахивали флагами. Я бы, наверное, в своём детстве только об этом бы и мечтал. Мы сейчас реализуем то, что, наверное, нам. Мы не смогли это сделать. – Илья, а Вы рассказали о том, что Вы посещаете монастыри и ходите в церковь? – Ну, раз в два-три месяца, раз в квартал мы стабильно ходим. – А откуда такая инициатива появилась и насколько это важно, на Ваш взгляд? – Понимаете, вера объединяет людей. Как ни крути. Об этом очень можно много говорить. У каждого своя точка зрения. Я считаю, что она объединяет людей. Я никого не заставляю. Естественно, у нас мусульмане ходят. Они в мечеть ходят. Мы ходим в церковь. Надо просто верить. Но, понимаете, ещё раз, наверное, скажу, тут двоякая ситуация. Если я сейчас начну говорить свою точку зрения, мне кажется, я могу много негатива собрать в эфире. Поэтому я приверженец православных… Нет, нет, понимаете, вот видите, вот только что вы у меня почти… Я, в принципе, православный человек, я крещённый человек. Но я также с уважением отношусь и к мусульманству. То есть это нормально. Я в своё время, служа в подразделении в общей сложности, был в командировке полгода в Чечне. То есть до какой степени там это всё… Ну, в первую очередь, конечно, это красиво. Но Господь, Он один, религий много. Поэтому каждый человек… Нет же той веры, которая говорит, что вот та вера плохая. Такого уже нет. Там нигде не написано ни в Коране, ни в Библии. Такого нет. Поэтому у каждого своё мировоззрение. Вот все эти моменты, которые Вы выделили, говорят о том, что те люди, которые к Вам приходят, они чувствуют себя единой семьёй, единым каким-то таким вот целым. А на Ваш взгляд, Илья, что сейчас нашу нацию разделяет? Что мешает нам сплотиться? Ну, что мешает? Да Вы знаете, мне кажется, в последнее время мы всё равно все сплотимся. Вот с учётом, когда в 2014 году Крым присоединился к России, когда мы действительно не бросили своих. Все. У нас очень самая многочисленная, многоациональная страна. Вообще в мире более 120 народов. Мы же все сплотились. Следующий момент. Русский человек, он российский человек, он всегда встаёт. В Великую Отечественную войну, все те же самые. Советский Союз воевал. Деды различных национальностей наши, прадеды наши. Воевали друг с другом. Воевали бок о бок, соответственно, с тем человеком, который хотел. Россию всегда хотели же воевать. В истории тоже не будем усугубляться. Но мы всегда вставали плечом к плечу. Был определенный момент, когда нас пытались разъединить, но я считаю, что это пропаганда со стороны Запада. Поэтому и возникла чеченская кампания. Поэтому я сторонник того, что мы на данный момент уже объединяемся. Это уже хорошо. А вот тоже к этой же тематике такой вопрос. На Ваш взгляд, а духовность и нравственность сегодня, они как-то возрастают или наоборот всё ниже, ниже, ниже скатываются? И Вы знаете, всё равно, понимаете, есть же определенный момент. Нам пытаются с Запада запихнуть компьютер, игры. В ответ на это общественные организации, в том числе и наши, мы делаем, пытаемся догнать. Как только там, образно говоря, догоняем их уровень, они придумывают что-то ещё. И вот так из погони в погоню. Но люди всё равно в какой-то момент это осознают и понимают, что ничего из этого хорошего не выйдет. Я в плане того, что если они забудут нравственность. Потому что рано или поздно всё равно в этой жизни, наверное, всё возвращается. Всё встаёт на свои места. Но самое главное – иметь трезвую голову. Поэтому мы это делаем. Трезвую не только от спиртного, а вообще трезвую голову от лживой информации. А возможно ли сегодняшнюю молодому человеку огородить себя от этой лишней лживой информации? Ведь она, можно сказать, отсюда уйдет. Ну, если взять, я считаю, что ты должен взять информацию не от одного источника, а от 30-40, интернет, прочитать кучу книг, посмотреть каких-нибудь известных людей, посмотреть телевизор и сделать своё общее зрение. У нас почему-то только, к сожалению, только возьмут один источник информации, и всё, вот так и должно быть. Это же бред. Поэтому мы там тоже самое в своей программе постоянно говорим, что помимо всего вот этого, допустим, то, что я перечислил, то же самое это, что ты должен быть, в первую очередь, трезвым человеком. Ещё раз повторюсь, не от спиртного, от сигарет, а именно понимающим человеком и понимать, что, как, кто врёт, кто не врёт, и осознать, иметь свою точку зрения, ну, свою точку зрения, непосредственно взяв информацию у различных источников. А как быть с таким моментом, что даже те, кто имеет сегодня свой голос, свою точку зрения, боятся её высказывать? Потому что боятся быть непонятными и боятся быть в чём-то даже застыженными тем большинством людей, которые верят всему подряд. Ну, тут, как быть, у меня тоже многие свои взгляды есть. Но я, в первую очередь, наверное, как бы остаюсь не то, что в себе. То, что я считаю нужным и то, что, допустим, я считаю правильным, я доношу до определённого контингента. Мне вот сейчас такая. Была бы мне, наверное, другая должность, я бы уже до более масштабного контингента всё это доносил. То, что я считаю, что сейчас творится. Но тут, наверное, всё зависит от того, надо ли тебе это или не надо. Мне, допустим, в принципе, это надо, я хочу там понимать. Но я сейчас, если честно, не замечаю какой-то там глобальной лжи по отношению к нашему российскому народу. Поэтому, как быть, тут ещё раз, об этом, наверное, можно много рассуждать. Как быть. Кто-то постоянно пишет эти комментарии. Вот, кстати, это ещё отдельная тема. Постоянно сидит в интернете, и вот ему делать нечего. Выходит, как хорошее видео, хорошая песня. Не только наше что-то. И вот ему надо всех сделать. Понятно, дело, есть некоторые моменты такие проплаченные, чтобы сделать. И вот они вот постоянно что-то делают. А вместо того, чтобы там взяться там за себя, пойти что-то сделать себе, изменить там, зарабатывать, создавать семью то же самое, вот они сидят вот этой ерундой и страдают. Поэтому тут дело каждого. Кто-то действительно это, свою точку зрения постоянно в интернете выкладывает и делает накручивание голосов. Какая моя точка зрения? Смотрите, у меня 500 тысяч. Человек, согласно, со мной там лайков поставили. Кто-то в себе это таит и в какой-то определённой компании просто высказывает свою точку зрения. Вот и всё. Илья, и вот такой вот вам… Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, такой вот ещё личный вам вопрос. Как вы видите Клуб Ярополк через какое-то время, и какие вообще перспективы? Вы знаете, есть хорошие пословицы, да? Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я, в принципе, в это верю. Потому что сам по себе знаю, когда что-то такое есть хорошее, начинаешь говорить, и ничего не получается. Ладно, одни – это развиваться. Это развиваться. Мы не стоим на месте, мы постоянно что-то придумываем, что-то делаем. Естественно, мы хотим нашу программу во многих городах открыть, а в первую очередь в регионах. Потому что я и сам в своё время побывал, когда военным был, и в Барнауле служил, из музыкальной группы сейчас поездил. В Севастополе были, дали концерт. У нас там в трёх песнях показано присоединение Крыма к России. Мне кажется, за душу берёт, когда люди плачут. Но мы не специально, конечно, делали эту песню, чтобы люди плакали, а чтобы просто люди поняли. Потому что музыка – это, наверное, не то, что самосознание, это такая информация, которая может зомбировать. И мы пишем текста вместе с Алексеем и с Екатериной, чтобы зомбировали в правильном направлении. Только из-за этого. Поэтому, естественно, мы хотели бы это в регионах сделать, потому что им этого, к сожалению, сейчас не хватает. А планы? У нас сейчас через три дня мы выезжаем петь в Санкт-Петербург. Там мероприятие, день празднования российского флага. Администрация города Санкт-Петербурга нас пригласила. Мы почти полный концерт, даём, поём семь песен из наших пока 11. Следующие композиции будем писать. Если получится, следующее мероприятие. Но у нас стабильно есть в году определённые мероприятия, которые я делаю. То есть мы делаем всё возможное, чтобы найти какие-то средства и их реализовать. А бывают другие мероприятия, которые рождаются неожиданно. Допустим, в том году родилось неожиданное мероприятие быть здоровым и тому. То есть это массовое обливание в формате шоу. Теперь я понимаю стабильно, что два раза зимой она будет. Последний раз, крайний раз это будет 23 февраля. Мы всегда будем делать всё-таки День защитника Отечества. Защитника Отечества, ну, на что уже быть? Трезвым, сильным, закалённым и силой воли. Обливаться надо, обладая только этими качествами. И до Нового года, если снег выпадет, потому что хочется это делать при минусовой температуре. Плюс есть ещё два определённых турнира. Это турнир в памяти моим двум друзьям. Майдеру Банину, Игорю Сергеевичу и капитану Лашину, Роману Аркадьевичу, который я делал. Я раньше делал два года подряд на Всероссийском, Роману Рукопашный бой. Но это затягивалось на целый день, и людям бывает, это надоедает. Поэтому мы стали делать с 2015 года это в формате шоу. То есть берём порядка 80 боёв по различным видам спорта. Ну и, соответственно, с определёнными элементами, которые я перечислил до этого, что мы делаем в наших мероприятиях, мы это делаем. И турнир Победы. Мы тоже это делаем под стать Великой Отечественной войне. Когда люди попадают в то помещение, где мы проводим. До этого мы провели у себя в клубе. Недавно мы провели второй ежегодный турнир в ДК Подмосковье. Я думаю, мы там постоянно будем на территории Красногорска. Именно там проводить. Это тоже турнир по единоборству, по различным видам спорта. Получается, что четыре мероприятия в год, это они идут стабильно. Но бывает, рождаются ещё. Есть внутренние мероприятия, допустим. Но мы всегда, видите, знаете, как мы, наверное, так оно и есть. Мы определённые мероприятия обкатываем у себя в клубе со своими родителями, с детьми, со взрослыми. И если понимаем, что это актуально, мы выводим это как бы за пределы клуба. Ну, на данный момент это в Красногорске. То есть у нас получился действительно, так сказать, очень много положительных уцов. Там папа, я, бойцовская семья. Хэштег «мама отдыхает». Потому что папа, мама, я вообще всё-таки семья у нас считается. Поэтому, я думаю, весной мы сделаем это обязательно в формате Красногорска. Папа, мама, я. Что-то вот в таком вот русле определённое. Илья, вы сегодня принесли грамоты и награды, которые вам давали. Расскажите о том, что это за награды, в каких мероприятиях. Ну, да, у нас достаточно много благодарственных писем. И по музыкальной группе, и по нашей деятельности. Вот наиболее значимое я сделал. То есть у нас есть благодарное письмо от командира 154-го отдельного комендантского пробежинского полка. Это музыкальная группа наша выступала как раз у них для поддержания их боевого духа. Солдаты были впечатлены, это достаточно приятно. Вот у нас есть, мы очень плотно общаемся сейчас с Культурным центром Вооружённых сил Российской Федерации, с Музыренко. Вот, это они тоже нам написали грамоту, что мы выступали. Мы, кстати, 7 мая выступали для офицеров и срочников, кто участвовал на параде. За два дня до парада мы нашим импертуаром. Вот есть тоже достаточно такая значимая грамота нужна. Это экс-вице-премьера нашей страны Степашин Сергей Владимирович, который сейчас возглавляет Палестинское православное общество. Он нас наградил номинацией «Патриоты России». Это мероприятие ставилось у нас 12 мая на Поклонной горе. В 2014 году мы стали лауреатами премии в нашей Подмосковье, губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, в нашей Московской области. Мы заняли второе место. В 2015 году мы были в организации военно-патриотической программы на МАКС-2000 на Международном и Космическом салоне в 2015 году. Там я получил от председателя оргкомитета Мантерова как ярополк и лично за своими грамотами мы там делали показатели выступления. Также наша музыкальная группа выступала. В 2015 году администрация нашего города Красногорска, городского поселения Красногорск, наградила нас премией Николай Тимофеевич Хаткевич, председатель Совета депутатов нашего. В 2015 году, в том году я получил медаль «Таланты и призвание» на Международном всемирном благотворителе Альянсе Миротворец. Награждение состоялось в Ливадийском дворце города Ялты в Республике Крым. Там я наградили медалью, гражданскую медалью, после увольнения. И вот от Парфенченкова, от директора Федеральной службы судебных приставов, на благодарственное письмо, это на наш клуб и на музыкальную группу, потому что мы выступали уже у них два раза на их мероприятиях. Да, такой значительный багаж грамот и действительно благодарственных писем. Илья, на Ваш взгляд, какие сегодня, может быть, нужно еще предпринять меры со стороны государства или со стороны общества для того, чтобы такие замечательные организации, как спортивно-патриотические клубы, имели будущее и действовали полноценно? — Финансирование. — Финансирование. Я бы, наверное, создал бы какой-нибудь фонд с серьезным финансированием, создал бы какой-нибудь комитет выездной. Этот комитет нежданно-неганно приезжал бы к определенным организациям и смотрел их работу. Если действительно они понимали, что работа есть, идет, люди больные, в приятном, в хорошем смысле слова, соответственно, выделялось бы какое-то финансирование. Потому что у нас же есть многие вещи, которые на бумаге, и они получают непонятно откуда, зачем, и деваются деньги неизвестно куда. Поэтому я бы, наверное, сделал бы так, действительно, потому что у нас общественных организаций очень много. И вот надо просто понимать именно те, которые направлены на социально, так сказать, ориентированные. — Расскажите немного о своей команде. Что за люди вас преподают и с кем вы работаете? — Ну, я считаю, что каждый руководитель скажет, что у меня команда профессионалов. Пускай сейчас это улыбка, я просто горд за свою команду, поэтому я с улыбкой говорю, да, действительно, считаю, что у нас большой, хороший коллектив, который трудится над всем этим. Это, понятное дело, команда инструкторов наших, все с детьми занимаются, это мастера спорта. У всех спортивное образование, которое позволяет им заниматься с детьми. Есть определенные еще другие инструктора, которые ведут коммерческие группы. Это там связано с женскими программами, это побольше с мужскими тоже. Алексей Поляничев, Екатерина Речкина – это наш такой большой-большой тренд музыкальной группы, благодаря которой узнают о нашей деятельности, о нашей программе. Есть свои операторы, которые это снимают, есть свои фотографы, которые тоже постоянно выезжают. Есть у меня мой помощник Александр Алдохин, который, так сказать, мне тоже помогает. Еще порядка компания «Мейджорфильм» с Денисом Филюковым во главе, который нам раньше снимал, а сейчас тоже поставляет определенное, так сказать, оборудование. Мои администраторы, мои помощники, потом люди, которые преподают довоенную подготовку, медицинскую подготовку. Есть те люди, которые пока продвигают, пока не на значительном уровне, но сейчас мы выйдем на такой, я считаю, что нет предела совершенству в интернете все это. Но у нас, получается, в общей сложности на данный момент где-то трудится человек около 20-25 человек. Просто кто-то больше, кто-то в меньшей степени. Но у меня давно есть мечта собрать всех воедино, то есть всех тех людей, которые за 4 года хоть частичку свою науложил в деятельность нашего движения. Это, я думаю, около 150 человек получится. Но когда-нибудь все равно мы встречу эту, так сказать, организуем и сделаем обязательно. То есть можно сказать, что, в принципе, не страшно доверить своего ребенка команде таких профессионалов, которые работают в клубе «Ярополк». Ну, конечно, нет. Мы их сами воспитываем. Я, естественно, как вы… И из них сразу у некоторых детей, юношей, да и взрослых сразу выявляешь коммуникабельность, такие способности, умение правильно говорить, что-то делать, целеустремленность. И, естественно, я им даю задачу определенную. Им самим это интересно. Вплоть до того, что там некоторых я вижу, те, которые бы возглавили определенные наши филиалы, которые, понимаете, считают, что, конечно, человек должен окунуться в это, чтобы это дальше продвигать, а не брать со стороны кого-то, вот, делай. Которые там от А до Я все это прошел. Ну, как, не то, что прошел. Мы это, мы всю жизнь будем проходить, я считаю, если взять всю нашу программу. Вот. Поэтому мы это все выявляем. И я считаю, что у нас, как бы, дисциплина достаточно очень жесткая. Для этого, конечно, без физических. Но дисциплина, это, я считаю, что это главная вещь. Ну, не то, что в нашем движении, да вообще. То есть, если есть дисциплина, если человек, это готовый пластилин, который можно, из него можно что-то слепить достойно для нашей страны. Правда, повторюсь еще раз, да, у нас есть хорошие слова такие, да, великая страна насудится по количеству великих людей, проживающих в стране, да, а не по количеству людей, которые проживают в ней. Поэтому задача нашего движения сделать как можно больше великих людей в нашей стране. Потому что, вот возьмем, да, человек, он мастер спорта, там, прокопашный бой по самому, по боксу, то есть, это человек с силой воли определенной, который себя мог превозмочь, он на определенных соревнованиях появлялся в силой воли. А если у него еще светлая голова, в плане того, что где мы следим, и проверка дневников, и различные лекции, вот, для чего, что и как, то есть, это готовый кадр, который можно запустить в любую сферу нашей необъятной, так сказать, любимой державы. Экономика, там, политика, спорт, информатика, учитель, то есть, возможно, человек выбирает сам для себя, что мы просто, так сказать, направляем. И даже не направляем, что вот ты должен стать военным, он делает такие вещи, что он просто сам автоматически понимает, куда ему душа лежит. Потому что у нас же, к сожалению, наверное, еще помню, в советское время, по большей части родители пытались отдать детей туда, куда они хотят, а не куда ребенок хочет. Мы тоже самое ведем и с родителями работу, то есть, если понимаем, что ребенок немного сбился с пути, вот он хочет быть вот тем, а я понимаю, что по его качествам он может стать намного больше. Поэтому переубеждаем, тех же самых родителей и детей стараемся. — Помогаете с таким самоопределением, да, молодые ребята? — Ну, конечно, конечно, конечно. — Илья, какой у вас девиз? — Сила, слава, долг. Это девиз нашего клуба. — А почему именно в таком порядке? — Слава, сила, долг? Ну, сила, слава, первое, ты сильный человек, ты сильный. Слава, это тебе уже приносится от того, какой ты сильный. Долг, это долг перед своим близким, перед своей страной. — Вы сказали в начале передачи о том, что слово «патриотизм» и отношение к патриотизму у каждого свое. Лично для вас что такое патриотизм? — В личном понимании это любовь к своей стране, неважно, что с ней происходит. Неважно, что действительно в ней происходит, это самое главное — любить свою страну. В первую очередь, ты родился на такой земле, поэтому не соизволь, так сказать, находиться здесь и любить все ее обычаи. Но это не надо заставлять тут, понимаете, много уже соблазна, и некоторые люди все равно, так сказать, в наше время живя, смотря, что происходит на Западе, уезжают туда. Потом понимают, что они жили в иллюзиях, возвращаются обратно, но это уже… Хотя даже бывает порой именно после этих иллюзий, когда они возвращаются обратно, у них внутри происходит какое-то понимание, что действительно краше в моей стране нет. — Как говорится, пока не попробуешь. — История, да, знаете, все. Ну, это, наверное, основополагающие те моменты, которые впечатлили у каждого. Ну, они, в принципе, у каждого в понимании есть. А потом уже идут определенные ветки. Также я считаю, что боевые единоборства, они тоже должны быть основополагающим фактором патриотизма. Хотя у нас есть куча физиков-ядерщиков, которые никогда спортом не занимались, у них всегда думала голова. Но они, допустим, взяли и не подкупились на соблазн Запада и не уехали к ним, а остались здесь, в стране, развивать ее. Пускай за ту же самую зарплату. Хотя таким людям надо, я считаю, что платить намного больше. Учителя, доктора, те, кто что-то придумывает, инновационные технологии. Мы же все придумаем, чтобы жизнь была легче. Вот. Поэтому я считаю так. — Илья, в конце передачи не могли бы Вы рассказать еще раз о том, где Вы находитесь, как Вас найти в интернете? — Мы находимся в городе Красногорск, на Ильинском шоссе, дом 6. Мы встроены в этот дом. Его трудно не заметить, потому что у нас колонна расплашена в цвет российского флага. Наши определенные рекламные лица есть. Это Александр Поветкин, Сергей Бадюк, который тоже нас поддерживает. Вот. Мы есть в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. У нас официальный свой канал на YouTube. Ну, просто вестись «Ярополк Красногорская». Хотя мы сейчас будем название сайта менять. У нас «ярополк-кр.ру», то есть как бы «Красногорск». Сейчас мы ведем переговоры, чтобы выкупить домен «ярополк.рф», потому что планов много в этом плане. Поэтому также музыкальную группу, на же можно найти, вести группу «Ярополк». Хотя на некоторых сайтах будет выскакивать группа «Ярополк». Она вот старая. Старое название. Они из Ростова. У них такой трэш, такой тяжелый металл. Это не мы. Это не мы, да. Это не мы. Но они сейчас как закрылись. Хотя у нас «Ярополк» вышел как официальный товарный знак. Это как музыкальная группа, как наше движение целое. То есть это все уже мы официально зарегистрированы. Поэтому, дорогие друзья, дорогие зрители, посмотрите. У нас на официальном канале 201 ролик за всю нашу деятельность за 4 года. Мы выпустили. То есть мы постабильно выпускаем. Повторюсь, также каждое мероприятие, которое мы делаем, мы сопровождаем видеосъемкой. И также музыкальную группу тоже можно найти. «Ярополк» название. Илья, спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами. И будем надеяться, что как можно больше людей вас услышало, и как можно больше последователей у вас появится после сегодняшнего нашего эфира. Спасибо большое. Это была программа «Силовый блок» на радиостанции «Медиаметрикс» и я ведущая Александра Тархова. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова